Здравствуйте, с вами Алла Хромова. Сегодня я разберу с вами некоторые аспекты оказания первой помощи пострадавшим. Итак, обморок. Мы с вами живем в социуме и очень редко с человеком происходит что-то без свидетелей. Как правило, рядом есть люди, которые могут оказать пострадавшему первую помощь. Вы стоите на остановке. В это время проходящему мимо вас человеку становится плохо. Законы психологии гласят, что вы должны находиться на уровне пострадавшего. Если он сидит, то вы садитесь. Если он лежит, вы становитесь перед ним на колени. Вы не жалеете одежды и становитесь около грудной клетки пострадавшего, тем самым контролируя обстановку вокруг. Первое, что нужно определить у пострадавшего, это сознание. Сознание определяется, задавая человеку вопросы. Громко, четко, ясно, желательно персонифицированно. Вы спрашиваете человека. Мужчина, вы меня слышите? Мужчина, вы меня слышите? Вы можете также издавать резкие звуки, чтобы привести его в сознание. Он вам не отвечает, поэтому вы определяете другие признаки жизни. Это кровообращение и дыхание. Чем крупнее артерия, тем больше вероятность нащупать пульс. Самая крупная артерия – это сонная. Она проходит впереди грудинно-ключичной сосцевидной мышцы. Вы прикладываете сюда три пальца и пытаетесь определить пульс. Следующий признак жизни – это наличие дыхания. Дыхание определяется тремя моментами. Вижу, я могу видеть экскурсию грудной клетки или движение крыльев носа. Слышу, когда я слышу его дыхание, наклонившись над пострадавшим. И третье – чувствую, когда я могу почувствовать, как из его носа струя воздуха попадает мне в ухо. Если нет сознания, но есть дыхание и кровообращение, ставится диагноз обморок. Вы пытаетесь привести пострадавшего в чувство, нанося ему болевые раздражения. Это могут быть похлопывания по щекам, надавливания на корень носа, надавливания на болевые точки за ушами или на точку реанимации на руке. Итак, у пострадавшего нет сознания, но есть пульс и кровообращение. Мы ставим диагноз обморок. Обморок связан с нарушением кровообращения головного мозга, поэтому надо по возможности увеличить поступление крови к нему. Вы вызываете себе помощника. Общение также должно быть персонифицировано. Вы говорите, мужчина в серой майке, подойдите к пострадавшему, сядьте между ног и возьмите его ноги себе на колени. И дальше вы пытаетесь привести пострадавшего в чувство, нанося ему болевые раздражения. Это могут быть удары по лицу, нажатие на основание носа, нажатие на болевые точки за ушами или болевая точка, точка реанимации на руке пострадавшего. Если ваши данные действия не приводят к успеху, вызывайте скорую помощь. Мужчина, отпустите, пожалуйста, ноги и вызовите скорую помощь.